Интерес знаметно повысился не только потому, как Булат Чигая в команду купил, но и потому, как сняли соревнования швейцарские власти. И, я думаю, хорошо помнят его в этом старинном русском городе. Но вот вернувшись в Узбекистан, тоже бразды не кортит. Опять-таки с его участием эта атака началась. И блистательный гол после такой продуманной, организованной комбинации. Ох, какой удар. Нестеров мяч тяжелый вытащил. Который однажды впервые был вызван на сбор национальной команды при Валерии Васильевиче Лубановскому. Это еще был, ох, удар тяжелый. Чуть не игроков, не зрителей. Вот этими двумя 15 минут. Хорошая передача из глубины. 2-0 должно быть, но промах. И фактически голевой момент. Может быть, даже самый голевой, который был у Шахтера в этой встрече. Ох, и снова очень близко к забитому мячу. Ташкент и Донецк в составах двух клубов. Родные города. Терпеть непросто. А посмотрите, в меньшинстве остается на время. Брюнеткер сейчас... Сырна. Фернандиня хорошую передачу отдал на партнера. И... Настоящий шедевр мы сейчас увидели. Кажется, такие мячи, это всегда украшение. Задумчив Нестеров. А Фернандиня смеется и смеются все остальные. Это действительно настоящее чудо. И даже, может быть, специальный танец под это дело придумают Донецке. Действительно, там произошло... Какой-то диковинной траектории полетел мяч, соприкоснувшись с ногой Фарамолу. Он, наверное, в качестве автора автогола, может быть, спокойно в протокол вписан. Хотя вот здесь на повторе кажется, что и не было автогола, что это так технично. 20-й номер. Это удается. Хитарян прибавил, справа заметил партнера. Передача под удар. Ответный пас Мхитарян с Носкаи рядом со штангой. А Вася у нас сегодня Кобин. 14-й номер. Технично удар поворотом рядом со штангой. По три. Карпенко. Ох, какая передача аккуратная. На гол. И что? Мог сейчас избежать Бунеткер серии послематчевых пенальти и избавить Шахтер от этой перестрелки волнительной. Но как же не попал игрок в ворота, а? Конечно, и Шуст выскакивал молодцом, но все, что было нужно, просто попасть. Бунеткер открывает серию. Богдан Шуст крупным планом. 1-0. Под одобрение своей. Разбегается Хорват. 1-1. Угадал голкипер в тот же угол. Бросался Нестеров. Но пойди попробуй этот мяч от России, который прямо к штанге прилетел. Карпенко. Петанка команды. И вот кто с этим нервом совладает, тому и повезет. И тоже удар в этот угол. И такой же надежный, пока исключительно в одну и ту же точку стреляет футболиста Кишейра. А нет, прошу прощения. Похоже на него Адриана бил поворотом. Новый удар. Жураев. Абоникер бьет. Коста. 20-й номер. Вы расслаблены. Игроки с улыбкой за происходящее наблюдают. Разбегается Коста. И точно так же, как и предшественник. Адриана хитро в другой угол от голкипера. 3-3. И опять. Ну как же четко, а. Не... И он. Вратарь, вратарь убьет. Ну абсолютно вратарский удар. Мощный. Может быть и Шуст ответит сопернику тем же. Волнение-то есть, наверное. Блестящий, мощнейший удар. А мяч, ударившись у себя перекладину, вылетает. Не в поле, по-моему. Или все. Не будет повтора. И так все ясно по этим угруппожатиям. В серии после матча в пенальте, во многом за счет везения, Шахтер проиграл Бунет Койрут. Узбекский чемпион, бронзовый призер Дубая Интернешнл Кап. Хотя казалось, что мяч-то опустился за линию, но уже не важно. Устали все. И теперь ждем финала, в котором сыграет наш «Зенит». Удачи питерцам. А вместе с вами сейчас был Илья Казаков. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова